Книга «Открытым оком». Тема «Русская православная церковь. Том 17. Вопрос 3138. «Какие материалы собора и иных совещаний близки вам по духу?» – отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «Те, где есть живое сознание своей вины, и ответ ищут конкретно в Библии». «Митрополит Амфилохий – единственный делегат собора, не принадлежащий к зарубежной церкви. Он ученик почитаемого сербского подвижника Иустина и выдающийся богослов», – добавил Потапов. Кавычки открываются. После выступления митрополита Амфилохия все делегаты собора встали и аплодировали. Это было излияние благодарности за его доклад и за ту любовь, которую он в нем выразил. «Некоторые были даже со слозами на глазах», – отметил со своей стороны секретарь комиссии Русской зарубежной церкви по переговорам с московским патриархатом протеерей Александр Лебедев. Конец цитаты. Цитата следующая. В послеобеденном заседании собора выступил преосвященный епископ Ишимский Евтихий. Он сказал, что, будучи архиереем РПЦЗ в России, он в особом положении. Епископ Евтихий подчеркнул, что принял епископство в целях помочь нормализовать положение с приходами РПЦЗ на территории России. Это было сложным и не всегда удачным служением. Владыка сказал, что объединение Российской церкви необходимо, но подходить к нему нужно со всяким вниманием. Епископ Евтихий закончил слово призывом не допустить раскола внутри Русской зарубежной церкви. Конец цитаты. Семинар единства русского общества и единства Русской церкви. «Умоляю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы не было между вами разделений, и чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях». 1 Коринфянам 1,10 27 апреля в МГИМО в рамках Центра Церковь и Международные отношения при поддержке журнала «Мы в России и зарубежье» состоялся открытый семинар «Единство русского общества и единство Русской церкви». Цель встречи заключалась в том, чтобы обсудить процесс воссоединения двух частей Русской православной церкви – Московского патриархата и Русской православной церкви за границей. Семинар прошел в форме докладов и обсуждения с участием студентов МГИМО, Московской духовной академии, МГУ и МГЛУ. С комментариями выступили эксперты. Священник Вячеслав Перезвенцев, настоятель храма Святого Николая города Черноголовка, профессор А.Б. Зубов, директор Центра Церковь и Международные отношения С.В. Чапнин, ответственный редактор газеты «Церковный вестник» и В.В. Печатнов, преподаватель курса истории церкви в МГИМО. Ниже изложены основные идеи, высказанные участниками семинара. Страшные бедствия, потрясшие Россию в ХХ веке, революция, богоборчество и братоубийство, изгнание миллионов людей, утверждение атеистической советской власти и разделение церкви, воспринимаются как божье наказание за общие грехи и неправды народа в царской России, оставление Бога, ослабление веры среди всех слоев российского общества, подчинение церкви государственной власти – вот главные причины открывшегося среди нас явного зла. Сначала оно овладело многими из наших соотечественников, утвердилось в государстве и затем поразило всех. Одних – физической смертью и изгнанием, других – порабощением и духовным соблазном. По милости Божией, оплот зла, безбожная советская власть, пал. Однако его действие у нас продолжается до сих пор, в том числе в разделении церкви. Осознавая неправды прошлого, мы стремимся преодолеть их силу над нами и не соединяться с явлениями, которые в той или иной степени были причастны этим неправдам. Нам не следует защищать компромиссы митрополита Сергия, подчинившие церковную иерархию советской власти. Но и синодальный сервилизм, который поставил во главе сообщества чад божиих земного царя, не может быть примером для церкви. Нужно также освободиться от идеологических привязанностей, исказавших единое церковное сознание различными прельщениями, абсолютизацией любой государственной власти или одной из ее форм. Продолжая эти несовершенные пути, мы утверждаемся в слабости и разделении. Господь дал всей русской церкви твердыню, которая осталась в годы общего соблазна и падения неповрежденной. Собор новомучеников и исповедников российских. Святые новомученики свидетельствовали о неправдах старой России и о суде Божьем над ней. Но они же отвергли искушения со стороны новой власти, избрав путь стояния в истине. Им дано было претерпеть и до конца и спастись. Прославление собора новомучеников и исповедников в русской зарубежной церкви и московском патриархате указывает на сакральное единство русской церкви и дает нам основу для возрождения. Образом правильного церковного устроения может стать поместный собор 1917-18 годов. Будучи единственным свободным собором за 200-летний период, он стал и первым деянием церкви-мученицы. В его постановлениях в высокой степени воплотились дореволюционные чаяния и опыт церкви. Были заложены правильные основы для ее существования в новом мире. Сближение двух частей русской православной церкви, которая может завершиться единением, есть дар Божий, свидетельство того, что наказание с нас снимается. Сегодня мы, возможно, незаслуженно освобождаемся от бремени выборов прошлого. Поэтому перед каждым членом церкви стоит задача принять предложенный путь, осознать ответственность и значение происходящего. Тогда формальные препятствия и человеческая слабость отойдут на второй план и не помешают единству. Преодоление церковного разделения станет средством примирения расторнутого революцией народа. Примирение в победе истины над злом. Непринудительное слияние красных и белых нужно России. Возвысимся над гражданской борьбой, последовав святым новомученикам и исповедникам. Воссоединение церкви – это образ единства и братской любви, к которой призывал своих учеников Иисус Христос и его апостолы. Оно откроет в нас новые силы, радость, единство. Мы принесем всем нашим соотечественникам. Это деяние может стать примером для излечения других церковных и гражданских разделений. Мы смотрим в будущее церкви и стремимся продолжать ее изначальную миссию. Проповедь Слова Божьего по всему миру. Воссоединение русской церкви укрепит вселенский и соборный дух православия и поможет исполнить заповеди Иисуса Христа. «Идите, научите все народы крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». Евангелие от Матфея, 28-19. 2 мая 2006 год. Псалом 80, стих 11. «Я, Господь, Бог Твой, изведший Тебя из земли египетской, открою ста Твои, и я наполню их». Исайя 55, 6. «Ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко». Заросшие дороги и поля Тоской до горизонта принакрыты Крапива, лебеда и конопля Для наркоманов здесь раздолье и корыто. Сумели выжать из травы отраву, Пшеницу добрую перегоняют в спирт. Свободу Бог дает, и мы имеем право Скатиться в пропасть или воспарить. Язык до Киева паломников водил, Я не за это просто к слову вставил. Неграмотный был умный, А медалист дебил. Определяли речью, Разнузнанный без правил. Непроходимы дебри к лучшему, Что в прошлом. Осмеяно, охаяно с плевками, На пьедестале нынче галстучная пошлость. Стоят за кафедрой Обритые полканы. За слово каждое придется отвечать, За речь непроходимую от скверны. Все песни о блуде, Не просто песни-часть, И это достижение Живущего без веры. Тем полем не пройти, Волчцы и терны, И будет выжжено Огнем небес дотла. Писание выводит из Содома верных, Да не погибнут с теми, Кто давно как хлам. На поле выжженном Появится и плуг. Придут глашатые С прекрасными ногами, Хватает у беды На все эпохи слуг. Младенцев Вавилона Разобьют о камень. А те младенцы Злые семена. На мысли бесконтрольные Набросятся узда. Наркотики спалят, Стакан пуст, без вина. Придет пора Сгоревшее новейшим Воссоздать. Враг высевает плевелы, Когда рабы уснули. За стенами высокими Подвижники-монахи, Неблаговестники, А трутни в этих ульях, Где проповеди нет, Там только смертью пахнет. 16 августа 2006 год Игнатий Лапкин Субтитры создавал DimaTorzok